Пыльца. В основном аллергия встречается на пыльцу ветроопыляемых растений, в то время как аллергия на пыльцу насекомоопыляемых растений встречается довольно редко. Цветочная пыльца, собранная с насекомоопыляемых растений, проходит дополнительную ферментативную обработку пчелами, в результате практически теряя аллергические свойства. В среднем случае реакции на прием пыльце составили 1,4%. Мед. В среднем частота аллергии на мед составляет около 2%. Чаще всего аллергические реакции возникают на его примеси, тяжелые металлы, нитраты, пестициды и антибиотики, которых не должно быть в меде. Во избежание нежелательных реакций необходимо приобретать мед, прошедший тщательный лабораторный анализ. Прополис. Точных данных о частоте аллергических реакций на прополис не имеется, но были проведены исследования, согласно которым при приеме прополиса до 4000 мг аллергических и токсических проявлений не выявлено. Это означает, что человек массой тела 70 кг, приемлемо максимальное ежедневное употребление прополиса в количестве 980 мг. Как проверить, есть ли у меня аллергия на продукты пчеловодства? С помощью трех простых тестов в домашних условиях. Тест на коже предплечье. Развести небольшое количество продукта в воде и приложить к внутренней поверхности предплечья. При отсутствии реакции, то есть покраснение, зуда, жжение, переходим к следующему тесту. Это суплингвальный тест. Суплингвальный тест на слизистой ротовой полости. Также небольшое количество продукта развести в воде или в чистом виде и положить в рот под язык. Отсутствие реакции – это отсутствие аллергии. И мы переходим к следующему тесту. Тест на слизистой оболочке желудка. Прием продукта внутрь, сначала в разведенном виде, в минимальной дозировке, затем при отсутствии нежелательной реакции в рекомендуемой дозировке. Или сдать кровь в лабораторию на общий и специфический иммуноглобулины Е. А также можно провести кожные тесты.